Добрый день, дорогие друзья! Сегодня прослойка номер пять. Мы с вами поговорим о третьем слове Магилла Тестер, о имени одного из главных героев, царя Ахашвироша. Ахашвирош. Задача данной прослойки определить лингвистическое происхождение этого имени. Мы не будем стараться решить исторические проблемы и задачи, связанные с хронологией Магилла Тестер. Итак, Ахашвирош. Сразу забегу вперед и скажу, что это имя, это имя иранского царя Хшаярша. Вот его фотография предположительная, барельеф точнее. Он оставил после себя очень много хвалебных надписей. На греческом называется Ксеркс, на еврейском называется Ахашвирош. Вот так вот его имя пишется на иранском, иранской клинописи. Кстати, вот так вот его изобразил Гугл, не Гугл, извиняюсь, а Голливуд в одном из недавних американских фильмов. Есть какое-то сходство, конечно, но есть тоже творческие излишки. Давайте выясним, откуда происходит это слово Хшаярша, его имя. Хшая на иранском, древнем иранском, означает правящий. Вот это слово. Отсюда слово происходит Кшатия, что означает царь, король. На очень похожее слово от этого в индийском языке, для тех, кто знаком с индийским, Кшатрия, что означает, это каста, каста военных, откуда выбирались цари, для индийских царей. Это в итоге все перекочевало и стало средне- и новоиранским Ша, или Шах по-русски. Вторая часть его имени это Рашан. Вот она. Это значит герой. Буква Н опускается, и совместно Хшаяршан. Это значит герой среди царей, или царь над героями. Вот что означает его имя. Но это еще не все. Мы получили с вами имя Хшаярша. Но как из него получить Ахашвирош? Все-таки, не говоря уже о Ксероксе. По-гречески его имя Ксеркс. Для того, чтобы понять, как из Хшаярша иранского нам получить еврейского Ахашвироша, нам надо понять одну маленькую прослойку о наших предках. Наши предки не могли произносить две согласные вместе в начале слова до последнего времени. Допустим, Платон, известный греческий философ, назывался среди евреев Афлатон. Добавлялось гласные, разбивались две согласные на два слога. То же самое философская школа. Скула на греческом на еврите пишется до сегодняшнего дня Аскула. То есть опять та же самая вещь. На современном еврите стадион будет Эдстадион. Опять добавляется буква гласная Э и разбиваются две согласные на два различных слога, чтобы было легко произносить. Спорт. Очень популярное слово. До середины 20 века, со временем в Израиле, оно произносилось как Эс-спорт. В газетах печаталось. Стоит ли мне напоминать, как произносили бухарско-еврейские бабушки и дедушки русские слова шкаф, как ишков, стакан, как истакон, и стол, как устал. Опять та же самая вещь. Разбивка двух согласных на два различных слога. Но после того, как евреи погуляли по Европе, где практически все языки используют две согласные, слитные в начале слова, евреи научились произносить слово «спагетти» с двумя согласными. Да что «спагетти»? Евреи научились произносить слово «шприц» с тремя согласными. Да ладно, если в дело ограничиваюсь тремя, а можем ли мы больше? Можем, если на нас тепло и поотечески посмотреть. Пожалуйста, русское слово «взгляд» имеет четыре согласных. Можем больше? Можем, если захотим. Наш дорогой артист Фрунзик Макртычан. Пять согласных. Все рекорды побиты. Вот после всех этих путешествий по Европе, это отразилось на еврейском произношении тоже. Молитва «Шема Исраэль» стала «шма». Само слово «молитва» из «тефила» стало «тфила» и многие другие вещи. И так назад к нашему «хшаяша». Как мы уже поняли, евреи вот это произносить не могут. И они в итоге добавили, да не просто евреи, семиты не могли это произносить, поэтому они добавили «а» в начале. Вот вариант, как он называется в вавилонских клинописи. Вавилонской «ахшияршу». Вот, пожалуйста, «ахшияршу» на вавилонском клинописи. И даже встречается другой вариант, также в вавилонской клинописи вот этот. Он нам больше интересен, потому что это «ахшиуаршу». Здесь «я» поменялось на «уа». И именно эта форма была произношением его имени и была адаптирована евреями. И он стал «ахшиуарош». Вот так вот. Так что в следующий раз вы будете знакомиться с господином «ахшиуаршем». Будет ли он вам так представляться или будет он вам представляться так. Вы более-менее будете знать, что означает его имя. Всем счастья и здоровья. С вами был Барух Иуабов.